Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наши первые продолжают программу «Радио Блог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослышцы. Итак, очередной выпуск «Радио Блога», который в этот раз я планирую выпустить буквально следом на нашем ютубовском канале, на ТВ-клубе. Таким образом, мы продолжим углублять наше сотрудничество, обмен материалами полезными и очень, я надеюсь, вам интересными. Сегодня с моим традиционным собеседником Игорем Туфельдом. Игорь, привет. Привет. Мы обсудим то, что происходит в нашей стране, то, что случилось буквально в последние дни. Дело в том, что каждый, конечно, новый день приносит какие-то новые нам интересные сообщения. То есть, обсуждать есть много чего, поэтому не буду затягивать. Игорь, у тебя самое, по-моему, актуальное, самое важное, то, что во Флориде случилось или во Флориде, как уж кому интересней. Я просто не могу. Все остальное отодвигаем, потому что это существенно, мне кажется, да? Ну, мне кажется, что это не просто существенно, а это вообще катастрофа. Я бы так сказал, по крайней мере. Ну, во Флориде открылась первая средняя школа. То есть, по-английски это high school, чтобы все понимали, потому что русский эквивалент, российский эквивалент – это средняя школа, которую заканчивали перед поступлением в институт, а здесь в колледж. Так вот, во Флориде открылась первая средняя школа для гомосексуалистов. Это вообще даже как-то… Так, а с этого места по подробному, потому что… Подожди, с этого места… Игорь, давай так. Ты сказал, средняя школа, high school. С какого возраста туда дети попадают? Разъясни, может, не все знают. Ну, кто особенно за рубежом нас слушает? По-моему, с девятого класса, восьмая школа – это средняя школа, потом, вернее, ну да, средняя школа – это девятый, десятый класс. Джуниор Хай, джуниор Хай, это шестой, восьмой класс, а high school – это девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Двенадцатый, да, Серёж, сколько получается тогда? Четырнадцать лет, да? Четырнадцать лет. Четырнадцати лет. Пятнадцати, окей. Хорошо. То есть, кроме всего прочего, подали в суд, директорат этой школы подал в суд на, естественно, ну, на кого же подавать в суд, если не на губернатора Флориды, Десантиса. Естественно, от республиканской партии, извините, даже поперкнулся на этой печальной дочке. Так, Игорь, не нервничай, твои дети, внуки туда не пойдут учиться, я надеюсь. Нет, нет. Так вот, суд против Десантиса подал руководство этой школы по причине того, что губернатор принял закон, это что называется Executive Order, губернаторский закон, о том, что в школе запрещено преподавать предметы, связанные с половой ориентацией. И вообще, так сказать, с половой принадлежностью, не только ориентацией, а с половой принадлежностью. Потому что, как мы знаем, например, в штате Массачусетс, в котором я живу, по-моему, в последнем или предпоследнем голосовании, то есть в 2020 или 2018 году, был такой вопрос для избирателей, нужно ли открывать третий туалет для третьего пола, как бы непонятно вообще, кто это, там третий пол или не третий пол. Так вот, референдум на эту тему был проведен, и жители штата Массачусетс решили, что надо открывать третий туалет. Я, честно говоря, их не видел. Жители или туалеты? Нет, туалеты, туалеты, именно туалеты. Может быть, их открывают в школах, может быть, их открывают где-то в каких-то отдельных общественных местах, но, по крайней мере, в театрах, кинотеатрах, в ресторанах, я их не видел. Впрочем, может быть, по другой причине, потому что я, в принципе, не искал третий туалет. Вот так вот. Подожди, хорошо, то, что ты прочел относительно или прослушал относительно Флориды, скажи, пожалуйста, что это означает школа для, ну, скажем, детей нетрадиционной ориентации? То есть, получается, что других детей там не будет в этой школе? Это вопрос хороший. Дело в том, что, на самом деле, пока еще родители решают, куда отправлять их детей в школу. Так что в этой ситуации, видимо, решающее слово будет все-таки от родителей. Пока. Пока их еще не решили, этого права. Что тоже, кстати говоря, вполне вероятно. Это первый вопрос. Второй – это то, что, скажем так, я не думаю, что кто-то из родителей в нормальной семье захочет отдать своего ребенка в школу для гомосексуалистов. Подожди, вот ты сказал нормальный, вот ты этим самым очень обидел уже ту часть общества, понимаешь, да, что получается они ненормальные? Нет, почему? Они тоже нормальные для себя. Только по-своему нормальные. На самом деле, как бы, есть определенные рамки, определенные правила. И я совсем не пытаюсь каким-то образом принизить их заслуги или недостатки. Но, тем не менее, я считаю, что, в общем, в этой ситуации каждый человек должен решать сам, кем он хочет быть, там, не знаю, гомосексуалистом, космонавтом, президентом, дворником. Ну, ты интересный ряд делаешь. Послушай, я о другом сейчас подумал. Если это начинание, так сказать, будет продолжено, то тут же возникает следующий шаг. А как быть с трансгендерами? Тоже отдельная школа? Ну, это вопрос, который, видимо, скоро появится на повестке в администрации президента Байдена. Но пока я просто хочу сказать, что, как бы, вот я заканчивал спецшколу в Москве с преподаванием ряда предметов на английском языке. И, в общем-то, ну, скажем так, 70% выпускников этой школы получили образование гуманитарное. То есть кто-то связанное именно с английским языком, кто-то связанное с каким-то другим, с литературой, с искусством, с журналистикой. И, в принципе, это как-то предполагает, что если родители отдают своего ребенка в школу с изучением английского языка и не французского языка, были школы с литературным уклоном, были, соответственно, школы с математическим уклоном. То есть это значит, что они считают, что для их ребенка будет полезно именно развивать знания именно в этой области. Математика, языки, литература, театр, музыкальные школы, как известно, тоже были. А здесь, видимо, родители, которые считают, что у их детей надо развивать гомосексуальные наклонности, будут отдавать своих детей в эту школу. Конечно, ты пример привел гениальный совершенно в огороде Бузината. То есть там вам давали образование, скажем так, чтобы вы, изучив язык, и это добавило вам определенных очков, естественно, в тех или иных дисциплинах. А тут в чем добавить? Я бы тебе сказал так, что это не в огороде Бузината, а в Киеве дядька, а это наоборот. В огороде дядька, а в Киеве Бузината. А в Киеве Бузината. Вот тут я с тобой соглашусь. Хорошо. Ну окей, у нас такое получилось. Вступление, давай мы... Всякие школы, в которых развивали и физические нагрузки, например, школа с футбоном, физкультуру, спортивные школы, футбольные школы, хоккейные школы. Физико-математические, Игорь. Ну это понятно, но никак это не связано было с тем, о чем мы сейчас... Да, но в том-то все и дело не связано, потому что таких школ просто не было и не могло быть. А сейчас, если такие школы открывают для 15-летних детей, это значит, что их именно, именно толкают туда, куда считают их родители. Понятно. То есть если зажигаются звезды, мы знаем дальше продолжение. Да, да. Значит, это кому-нибудь нужно. И кому? И кому вот это большой вопрос. Хорошо, давай-ка перейдем уже действительно от этой животрепещущей темы к менее, возможно, животрепещущим, но я думаю, не менее интересным и важным для того, чтобы их обсудить. Да, я только хочу закончить эту тему. Пожалуйста. Я начал говорить о том, что руководство этой школы подало в суд против губернатора Флорида, Десантиса, на основании того, что он запретил изучать в школах все предметы, даже факультативно связанные с гендерной принадлежностью. Так вот, сегодня я видел по телевидению женщину, которая выступала, я, правда, не уверен, но выглядела она как женщина, что она вот била себя в грудь и кричала, что это нарушает первую поправку Конституции, что свобода слова в Америке существует для всех. Так. И вот это причина того, что они подали в суд. Я не знаю, чем закончится суд, но, в общем, ситуация такая довольно, я бы сказал. Ну, свобода слова, пожалуйста. Она может идти к Белому дому, подойти к окошку, откуда будет выглядывать, если не сам 46-й, так его супруга доктор Пайден. И, значит, соответственно, она может услышать и увидит это слово. Что же еще надо? Или этого недостаточно? Ну, я не знаю, как вообще это все превозносить, но в любом случае решать-то будет не 46-й президент, а решать будет суд. А, ну да, или обратиться, Игорь, еще лучше идея, извини, к первому джентльмену можно обратиться. Да. Да? Да, ну это как у Высоцкого есть такие строки в стихотворении, что в ейске совсем по-европейски. Свобода слова только если это мат. Ну, хорошо. Да, пускай подают, я думаю, большие у них шансы быть посланными. Да, во Флориде, я бы сказал, не очень большие шансы. Ну, я имею в виду большие, ты не досок, большие шансы быть посланными еще дальше, в следующий суд, понимаешь? Более, более высокой инстанции, скажем. Но если мы начали о судах, то я просто еще одну новость сообщу в отношении судов, что сегодня в понедельник проходит новое заседание по делу Майкла Сассмана, адвоката Хиллари Клинтон, где должны выступать довольно интересные свидетели со стороны прокуратуры команды Дюрама. Посмотрим, чем все это закончится. Ну, как быть, сегодня точно не закончится, это будет продолжаться достаточно долго. Но, тем не менее, в общем, какие-то вещи уже начинают проявляться. Хотя, как мы знаем, в общем-то, суд сам проходит в штате, в городе Вашингтон, столице, в округе Колумбии. А этот округ, включая всех сотрудников судов, наверное, самый либеральный, самый либеральный, самый, так сказать, как они сами себя называют, самый прогрессивный в этом отношении. И просто как доказательство этого, такая историческая справка, что в 72-м году и в 84-м году, когда были выборы президента Никсона в 72-м году и в 70-м году и президента, нет, в 72-м, правильно, в 72-м, я не ошибся, в 84-м переизбирали президента Рональда Рейгана, так же, как второй раз голосовали за Никсона. Первый раз он победил в 68-м году, в 72-м его переизбрали. То была совершенно уникальная картина выборов. В 49 штатах проголосовали за республиканского президента. Единственное место, которое было демократическим, это округ Колумбия, столица Соединенных Штатов Америки, город Вашингтон. Ну да, они это могут, могут. Ну, хорошо, значит, с Асманом у нас информации, как таковой, я понимаю, еще нет, но окончательной. Но, возможно, это будет первая жертва, да? Ну, если будет жертва, если она будет жертва, то наверняка будет и вторая после этого. Ну, это, конечно, не факт. Посмотрим, потому что, честно скажу, что наши надежды еще сохраняются, ну, призрачные. Мы бы хотели увидеть куда больше фигур и таких фигур значимых, там же, где он сейчас. Но до этого пока близко не дошло еще. Ну, не дошло, посмотрим. А, еще не вечер, ты хочешь сказать. Еще не вечер, да, и скоро, как известно, только кошки родятся, так что. Ну, хорошо. Теперь, наверное, о том, о чем мы тоже договаривались с тобой, пройтись по теме НАТО. НАТО, да, НАТО. 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 Да, вот на днях, даже, по-моему, завтра состоится голосование по поводу принятия или непринятия Финляндии и Швеции в состав этого военного альянса. Я просто хочу напомнить нашим зрителям, может быть, кто-то знает, может быть, кто-то не знает, что для вступления в НАТО необходимо единогласное решение. То есть, ни одна страна не может проголосовать против. То есть, если одна страна голосует против, то, соответственно, эта страна, которая хочет вступить, не принимается. А в НАТО на сегодняшний день состоит 30 государств. И я просто хочу напомнить, что в 2008 году, когда на заявку насленством НАТО подали Украина и Грузия, то две страны проголосовали против. Это Германия и Франция. А этого было достаточно. Достаточно было и одной страны, собственно говоря, поэтому и не совсем понятен мне ультиматум Лаврова от декабря прошлого года, когда потребовали, чтобы НАТО дало гарантии. НАТО не может дать такие гарантии. Это нужно непосредственно договариваться с руководителями государства одной из этих 30 стран и по каким-то причинам объяснять им, что недостаточно. У России было достаточно много инструментов давления на европейские страны, прежде всего на Германию, которая зависит от газа российского, и на Францию. И, в общем-то, я думаю, что на этом уровне было гораздо легче договориться, чем настаивать на каком-то ответе от Блинкина. Но вернемся к сегодняшнему дню. Что происходит сегодня? На сегодняшний день известно, что президент Турции Эрдоган заявил о том, что Турция будет блокировать членство Швеции и Финляндии. Причина в том, что по его заявлению Швеция и Финляндия не выдают Турции курдских террористов, которые якобы находятся на их территории. Я не знаю, может быть, находятся, может быть, не находятся. Скорее всего, что кто-то там находится, кого, допустим, в Евросоюзе и в Финляндии и в Швеции не считают террористами. Такие случаи были, кстати говоря, в отношении многих террористов и таких как бы отъявленных, официальных и неофициальных, и вообще не признанных террористами. Ну, в общем, такая ситуация вполне возможна. Насколько она реальна, тут уже вопрос в другом. Через год в Турции президентские выборы. А большинство избирателей, которые всё-таки так или иначе имеют для Эрдогана какое-то значение, считают, что Турция не должна блокировать эти две страны и должна принять их в НАТО. Но, тем не менее, происходят какие-то движения, помимо Эрдогана, по крайней мере, официально, кроме президента, ни Министерства иностранных дел, ни Министерства обороны Турции не делало никаких заявлений по поводу этого, ни представителей Турции в НАТО тоже. Кроме всего прочего, известно, что госсекретарь Блинкин встречался с министром иностранных дел Турции несколько дней тому назад, и, несмотря на то, что официально после брифинга и пресс-конференции, на которой Блинкин рассказал о встрече с турецким коллегой, со своим турецким коллегой, никаких заявлений по поводу НАТО не было сделано. Но, по всей вероятности, это связано с какими-то закулисными играми, и, в общем-то, Турция – это та страна, в которой министр иностранных дел не имеет права делать каких-то заявлений, обещаний, не согласовав их с президентом. И, возможно, на тот момент, когда была эта встреча, то согласования не было. Еще один фактор, который может повлиять на Турцию, все-таки проголосовать за принятие Тринляндии и Швеции, это то, что сейчас экономическая ситуация в Турции очень тяжелая. Там в Америке она тоже нелегкая, как известно, но все-таки в Америке инфляция еще не составляет. Пока на сегодняшний день 70%, как это сделано в Турции. И если Турция заблокирует принятие Тринляндии и Швеции, то, возможно, она лишится довольно серьезных каких-то экономических вкладов, связанных и с Соединенными Штатами, и со странами Евросоюза. Потому что на сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнения в том, что вообще желание вступить в НАТО и желание НАТО принять эти две стороны связаны именно с вторжением России на Украину. То есть до этого, как мы знаем, никаких попыток со стороны этих двух стран предпринято не было. И вот только сейчас, после того, как началась эта военная операция или все-таки полномасштабная война, Финляндия и Швеция выразили желание. Причем в этой ситуации вот именно те две страны, которые в свое время заблокировали принятие Украины и Грузии, Германия и Франция уже заявили о том, что они поддерживают Финляндию и Швецию и будут голосовать за их принятие. То есть пока на сегодняшний день камень преткновения является турецким камнем преткновения. Игорь, ну справедливости ради, эти страны приглашались в Альянс, то есть им говорили добро пожаловать, ну и они держали нейтралитет, пока им казалось, что это правильнее, чем нынче. А сейчас, естественно, правильнее защитить себя от возможных неприятностей, которые восточный сосед может доставить. Поэтому тут все реально. Что касается турок, то, наверное, здесь надо не забывать, что это восточный народ, что Эрдоган, скорее всего, эти все возражения неспроста делает, понимая, что он не сумеет заслон поставить. Все-таки голос Турции – это единственный и не главный. И, наверное, он хочет какие-то за счет своего в итоге, да, что-нибудь-то полезное для страны взять. Ну, будь то в экономическом смысле, будь то те самые истребители, которые они не получили, закупив предварительно у России С-400. Так было дело вроде. Ну, так было дело, но я не совсем понимаю твое высказывание в отношении того, что Турция не является главным. Здесь не нужно быть главным или не главным. Ну, я имею в виду главным в каком смысле? Ключевым. Вот когда Германия с Францией заблокировали, они ключевые игроки. Турция с ее самой большой, на самом деле, армией по численности, и мощной, и сильной, так или иначе, вряд ли будет тем самым камнем, о котором ты сказал. Ну, возможно, и не будет, но достаточно одного голоса. Нет, это да. Турция тоже может проголосовать. Это понятно. Ну, хорошо. И достаточно одного моего голоса, чтобы нам уйти на рекламу. На несколько минут мы вернемся и продолжим. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Возвращаемся в программу «Радиоблог». Напомню, в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200 и задать вопрос ведущим. Кстати, у нас уже есть звонки, насколько я понимаю. Да, Сереж, пожалуйста, подключайте. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые ведущие, вот скажите, пожалуйста, где справедливость? Вы сейчас скажете, жизнь несправедливая вещь, но Украина подавала заявление о вступлении уже много лет назад, по-моему, 14-й год, последний раз, еще до этого, мне кажется, в восьмом это было, в общем, и только слышит обещание, 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 обещание. А эти две страны, я против них ничего не имею, нормальные, хорошие страны, они тоже имеют право быть членами НАТО, но почему-то им моментально, без всяких ПДЧ, без всяких условий, пожалуйста, мы воспримем моментально, и даже великий Байден заявил, ну это, конечно, кто-то за его спиной, но тем не менее, что он приложит максимум усилий, чтобы ускорить решение этого вопроса. Вы понимаете, это же, ну, совершенно, ну, как сказать, несраведливость, еще считая то, что Украина сдала ядерное оружие, в помощи которого могла защищаться прекрасно от этого ЖДЕ до Путина, а теперь, как говорится, украинцы должны гибнуть для того, чтобы отсоять свою независимость. Спасибо за ваш комментарий. Игорь, если у тебя есть комментарий на комментарий, пожалуйста. Ну, я сказал уже сегодня, кстати говоря, мы говорили об этом, что дело не в заявлении, заявление приняли с распростертыми объятиями, так же, как у Финляндии и Швеции сейчас, но дело в том, что надо, чтобы проголосовали все страны, единогласное голосование, и я говорил уже об этом буквально, там, 10-15 минут назад, что, когда речь шла о Украине и Грузии, о двух странах, то две страны проголосовали против Франции и Германии. На сегодняшний день заявление принято, но Финляндия и Швеция не являются членами НАТО до тех пор, пока не будет голосования, если хотя бы одна из стран, из 30 стран членов НАТО проголосовала против, то Финляндия и Швеция не будет принято. Если же все страны проголосуют против, то формально процесс включения в НАТО займет еще приблизительно год, потому что после того, как будет произведено голосование в самой организации, в НАТО, в секретариате НАТО, то парламент этих двух стран должен ратифицировать вступление этих стран в военный альянс. Ну, естественно, что, на мой взгляд, это чисто такая бюрократическая процедура, требует времени, но, тем не менее, формально еще приблизительно год они не будут являться членами НАТО официально. И если начнутся в это время какие-то военные действия, то НАТО не сможет оказать им услугу, то есть применить пункт 5, именно тот пункт, который обязывает все страны, в случае агрессии или нападения на страну, одну из членов НАТО, включиться в военные действия. Да, Игорь, у нас звонки еще, Сережа, есть звонки? Да, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У нас в Союзе, в нашем городе, тоже была спецшкола, вроде ваши дети учились английскому языку и так далее, и в основном там учились дети городской номенклатуры, простым людям, простым людям практически туда было невозможно попасть, и выпускники этих школ легко поступали в институт, и затем после окончания института они занимали все ключевые позиции в нашем городе, и в области, и в республике, и так далее. А вот сегодня Демпартия объявила Букизище объектом для подражания для нашей молодежи. Не кажется ли вам, что демократы будут готовить вот в этой школе во Флориде и будущих наших дворян и бояр, которые будут управлять нашей страной в будущем? Спасибо. Спасибо. Я ждал, что наш слушатель скажет, не будут ли готовить новых бутиджичей. Бутиджичи будут готовы, да. Ну, Игорь, пожалуйста, отвечай. Бояре и аристократы, я не думаю, что именно в этой школе, потому что, по крайней мере, таких школ надо открывать во всей Америке и закрывать все остальные школы. Тогда это будет как-то обосновано. Но, кроме этого, я могу добавить, что, допустим, в принципе, в Москве, например, в школе, в спецшколах учились, как правило, дети интеллигентных родителей, которые думали о будущем своих детей. И там, естественно, были дети многих довольно известных людей. Например, я учился в школе вместе в одном классе с племянницей Юрия Петровича Любимова, с племянником Михаила Ширвинда, а его сын... То есть, не Михаила, конечно, Михаил – это сын Ширвинда, Александра Ширвинда, Александра Анатольевича Ширвинда. А его сын Миша учился на класс младше. И там же училась дочка Олега Попова, дочка известного актера Усача, и, в общем, много детей. Но это было связано, скорее, не с номенклатурой, а именно просто с интеллигентностью этих родителей. То есть, скажем так, родители, которые отдавали своих детей в спецшколы в Москве, например, в английскую школу, они думали о том, что неплохо было бы, если бы их дети будут дипломатами или заниматься какими-то другими вещами, адвокатами, ну, в общем, такими престижными профессиями. А, видимо, школа для гомосексуалистов тоже подразумевает какое-то направление, которое родители видят для своих детей. У меня вопрос. Да. Да, Сергей. А вот, возвращаясь к судебному процессу над Зосманом, показания давал бывший менеджер избирательной компании Клинтон Робби Мук. И он так обыденно заявил о том, что мадам утвердила вот этот ход с передачей этих материалов фальшивых в ФВР. Как вы думаете, о чем это говорит? О том, что, как пойдут дальше события развиваться? Либо мы можем говорить о том, что, коль скоро подтвердилось, что Клинтон стоит в основе всего этого заговора, это означает, что никто не будет ни за что отвечать, потому что она много раз приступала к закону и до сих пор на свободе, мало того, и чувствует себя довольно уверенно. Либо это говорит о том, что может нам говорить о том, что кроме Зосмана там, так сказать, ниточка потянется, и кто-то, включая Клинтона, включая Барака Обаму, там, Байдена, которые наверняка все это знали, это не могло быть несанкционировано, что они будут привлечены к ответственности. Вот как бы у меня дилемма такая. Дилемма? Ну попробуем, Игорь, что ты скажешь? Я вот могу сказать в отношении Байдена. В свое время был такой случай. В Москве в литературном институте преподавал такой человек по имени Василий Журавлев. И он часто писал стихи какие-то, публиковал свои, но его коллега, который там преподавал, мой знакомый, рассказывал мне, что это просто студенты писали стихи и таким образом давали своему преподавателю, чтобы, по крайней мере, они были опубликованы. И вот один раз он опубликовал стихотворение, которое на самом деле оказалось стихотворением Анны Андреевны Алхматовой. Ну, естественно, такую вещь не могли не заметить. Его сразу, конечно, прищучили. И он выступил с таким заявлением. Он говорит, когда-то давно я прочитал это стихотворение Ахматовой, и оно мне так понравилось, что я его записал в свою записную книжку. А потом, через много лет, когда я его прочитал, я забыл, что это не мое стихотворение, и решил его опубликовать. Так вот... Это Астап Бендер тоже самое. Он, может быть, не знал, но он забыл уже все. Забыл наверняка. Игорь, Игорь. Астап Ибрагимович тоже там написал, потом он на сейщее утро вспомнил, что А.С. Пушкин до него это сделал. Но, да, несомненно, возможно, я понимаю дилемма, которая перед нашим другом Сережей Зацепиным стоит, потому что действительно, ну, скажем, многие наши слушатели говорят всегда о том, что кто-то неприкасаемый, кто-то сухим из воды выходит, в то время, когда с другой стороны, с консервативной, отнюдь все вполне себе прикасаемые, да, и Флинн пострадал, а кое-кто, как Манафорт и прочие, совсем-совсем пострадали, то есть даже на тюремных харчах побывали. Так, понимаешь, насколько все-таки, если продолжать эту тему, ты видишь вероятность правосудия как такового. Фактически, то, что сейчас проделывает спецпрокурор, означает, что было нарушение закона. Вот на что оно тянет, я не юрист, я не знаю. Я могу сказать, что, во-первых, показания, сегодняшние показания руководителя избирательной кампании Хиллари Клинтон, тот факт, что они уже были сделаны, говорит о том, что не так уж и всесильно семья Клинтонов на сегодняшний день. То есть эти показания, которые уже невозможно никоим образом вычеркнуть, как известно, то, что написано пером, не вырубишь топором. И в данной ситуации это имеет прямое отношение к сегодняшнему заседанию. Значит, будут раскручиваться какие-то другие вещи. Вторая вещь, что тоже немаловажна в этой ситуации, это значит, что у команды Дюрма, и у самого Дюрма действительно есть довольно серьезные основания и документы для того, чтобы продолжать дальше, причем настолько основательные, что это невозможно скрыть даже свидетелю. А, как известно, правосудие в Америке в отношении лжесвидетельства и сокрытия правосудия, то есть называется abstraction of justice, в общем, довольно серьезное преступление. И это преступление, которое может повлечь за собой серьезные тюремные сроки. Мне кажется, если я не ошибаюсь, до 10 лет. А в определенных случаях, когда речь идет о национальной безопасности, то и больше. То есть это как бы считается отягчающая вину. Ясно. Ну хорошо, твой оптимизм понятен. Ну посмотрим, как оно будет. В принципе, всегда, когда мы с тобой встречаемся, ну почти всегда возникают в той или иной степени такие реминесценции, ну обращение туда, куда-то вот в прошлое, иногда совсем в прошлое, в прошлое, а иногда в недавнее. К 20-му году, скажем, мы обращаемся периодически. И всякий раз мы говорим что-то, что ж там нового в Аризоне, что ж там нового в Вискансине, что нового еще в других штатах, где были, мягко говоря, нарушения, а, грубо говоря, фальсификации. Что там нового? Есть что-то, по твоим данным? Там, в принципе, ничего нового нет, но это тоже длительный процесс, который может занять достаточно много времени. Но все дело в том, я думаю, что здесь есть еще определенный момент в ожидании, потому что сейчас в мае как-то вот говорить об этом пока не слишком актуально, потому что до ноября еще полгода, и люди просто могут забыть о сегодняшних проявлениях и выявлениях. Но я бы хотел сказать о другом факте. Во-первых, я думаю, что где-то ближе к ноябрю мы услышим какие-то более веские доказательства. Но сам факт, что эта тема постоянно всплывает на левых каналах, эмуссируется в прессе, говорит о том, что демократическая партия весьма обеспокоена этим. Вот буквально вчера или позавчера я получил на свой телефон сообщение от Apple News. И там был такой подкаст, в котором два якобы эксперта обсуждают между собой фальсификацию, фальсификацию теории о мошенничестве на выборах. И вот они там говорят, что, мол, Линделл там выступал обвиняя какой-то компьютер ЦРУ под названием «Хаммер-молоток». Потом еще какие-то там были. Но на самом деле никаких доказательств этому нет. Сколько было проведено это? То есть они пытаются, хотя еще расследования не завершены, они уже пытаются доказать, так же, как они пытались сделать раньше, что это все фальсификация, что люди просто манипулируют общественным мнением. Не они. Ну, понятно. Ну, короче, это в воспаленных мозгах консерваторов. Игорь, извините, там есть звонок, давай попробуем принять. Хорошо? Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я присоединяюсь к голосу Игоря Цесарского, который, по-видимому, не так оптимистичен по поводу расследования. Нет, расследование нормально идет, но вот кого засудят, это вопрос. Здесь это не проглядывается. Иногда я вовруся на мысли, что наш собеседник еще как бы верит в ту Америку, в которой законы правят. Здесь уже не законы не правят, мне кажется. Законы правят для тех, которые тут иногда кого-то убьют. Но для политиков законы... Первый раз звонок для меня был, когда наш великий президент Клинтон перед всей Америкой объяснял, что оральный секс – это не секс. И с этого момента мне стало ясно, что можно назвать все, что хочешь, и объяснить, и забыть, и все такое. Они своих не сдают. Вы увидите. Я думаю, цесарский Игорь будет прав. Никого не засудят. Еще четыре года будут мусолить и Трампа приписывать везде. Везде, где только можно. Потому что он им нарушает родословную. Вот, кстати, я извиняюсь, вы говорили о Флориде сейчас, а поднимите документы сейчас, информацию в этом, как его, в Нью-Йорке, в школах Нью-Йорка. То же самое хотят или уже начали делать дети третьего класса. Вот и все. Кого готовят? Вот этих самых. Спасибо за звонок, Игорь. Вот видишь, что глаз народа говорит. Нет, я абсолютно согласен. Есть, нет, извини. Абсолютно в чем-то я согласен. Есть пессимизм, он не случайный, ты понимаешь, откуда он. Он совершенно не случайный, но я продолжаю верить в то, что справедливость восторжествует. У меня есть на это право, у меня есть на это какие-то основания, надежды, и прежде всего эти надежды связаны с ноябрьскими выборами. Я, кстати говоря, не один раз говорил, что ноябрь 22-го года, то есть нынешнего года, будет решающим. Не таким, как ноябрь 17-го. Но, тем не менее, достаточно близко к этому. Если, не дай бог, демократы выиграют конгрессы, верхнюю и нижнюю палату представителей, это будет абсолютно то, о чем сейчас говорил наш уважаемый слушатель. У нас звонок. Добрый день, пожалуйста. Слушаем вас. Вас, к сожалению, не слышно. А у меня еще один вопрос. Буквально вчера, по-моему, или позавчера, Байдена опять задали, это уже, кстати, второй раз он так отвечал, задали вопрос по поводу того, что в случае, если Китай, так сказать, нападет на Тайвань или попытается силой захватить Тайвань, вмешается ли Америка военным методом, чтобы защитить Тайвань? И второй раз Байден сказал, да, мы взяли на себя обязательства, мы должны придерживаться этих обязательств. Первый раз он это говорил в 21-м году, по-моему, в октябре, и на вопрос журналиста ответил точно так же. А потом, правда, говорящая голова стала отыгрывать назад, объяснять, что он не то имел в виду. В общем, они как бы отыграли назад. Вчера опять произошло то же самое. Как вы можете прокомментировать, что это? Человек не знает, о чем говорит, или человек не управляет страной или внешней политикой, из-за него кто-то делал? Ну, тут опять же, Блинкин начал говорить, что это совсем не то, что мы имели в виду. То есть, либо он настолько выжил из ума, что он не понимает, что он говорит. Один раз уже исправляли эту ошибку, он забыл про это. Либо кто-то другой управляет этой страной. Вот в частности, внешней политикой. Так. Ну, что вы знаете на сей счет? Я думаю, что сам Байден вряд ли управляет этой страной, потому что он с самим собой плохо справляется. Если он там пытается пожать руку людям, которых не существует, и постоянно оговариваются, делает какие-то шипы. Но это просто понятно. Даже без всякого, так сказать, отношения к нему негативного или позитивного, совершенно очевидно, что это не тот человек, который решает и делает какие-то выводы и принимает действительно важные решения, которые, в общем-то, сейчас мы видим, происходят не только в Соединенных Штатах Америки, но и во всем мире. А в отношении его заявления, ну, здесь просто можно сказать, переиначив известную русскую пословицу, что слова Байдена неисповедимы. Так что здесь, как известно, пути Господни неисповедимы, мы говорили в Советском Союзе, а вот здесь слова Байдена, именно слова Байдена, потому что о путях вообще говорить нечего. Давайте попробуем принять еще звонок. У нас звонок еще, да? Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. У меня, вот поскольку вы отвечаете на множество вопросов, у меня вот к вам такой вопрос. Вот 9 мая газета The Jerusalem Post написала статью о том, что базы военные российские, Хмеймим и Тартус, Россия со своей занятостью сейчас выводит свой контингент и отдает базы, ну, во временное пользование, что ли, сражен революции Ирана. Что вы об этом знаете? Спасибо за вопрос. Я думаю, что эта информация, прежде всего, связана с тем, что таким образом Россия пытается оказать давление на Израиль. Как известно, Израиль в определенной ситуации не поставляет военную помощь Украине. Жители государства Израиля поддерживают Украину, но на государственном уровне эта ситуация никаким образом не отображена именно в плане поддержки Украины. И вначале были высказаны какие-то мнения по поводу помощи, но сейчас они абсолютно заглокли. Я думаю, что это связано именно с тем, что ни для кого не секрет, что Россия, в общем-то, поддерживает Иран, дружит с Ираном, поскольку не так много стран осталось, если вообще осталось. Но осталось еще 2-3 страны, с которой Россия может поддерживать какие-то теплые отношения, скажем так. Теплые, переходящие в холодные. Но, тем не менее, Иран – это одна из этих стран. И это, в общем, ни для кого не секрет. Так же, как и то, что Израиль, в общем-то, находится постоянно в очаге событий. И в том, что касается Ирана, то эта тема уже обсуждается достаточно много лет. И все, что сейчас происходит в американской администрации, в отличие от того, что было во время Трампа, когда Трамп вышел из Иранского соглашения, в которое вошел президент Обама, то сейчас американцы пытаются полностью восстановить этот процесс. Что тоже, соответственно, отражается и на Израиле, и на состоянии безопасности в этой маленькой, но сильной стране. Ну, понятно, что активизация этой Ирана, она не случайна. Дело в том, что свято место, пусто не бывает. И если России требуется даже оттуда мобилизовать тех, кого они туда привезли, непонятно зачем. Ну, им-то понятно, наверное, но нам не очень. Вот. То, забрав оттуда свой контингент, ну, видимо, Асаду нужно кем-то заменить, потому что без сторонней помощи мы знаем, где он окажется буквально сразу же. Ну, вот так. Ну, у нас осталось буквально полторы минуты, чтобы закончить сегодняшний разговор. Если ты припас что-нибудь на тот самый тортик, ту самую вишенку, то, пожалуйста, есть время. Совсем немного. Ну, единственное, что можно сказать, буквально несколько слов о визите Байдена на Дальний Восток. И тоже провести параллели, потому что, как мы знаем, президент Трамп тоже бывал на Дальнем Востоке и встречался там с лидером Северной Кореи Ким Чен Ын, который после, кстати, этих переговоров, несмотря на довольно серьезную словесную перепалку между Ким Чен Ыном и Трампом, тем не менее, выполнил свои обещания. То есть он прекратил испытания ядерных ракет и вообще всякие ядерные испытания. Ну, естественно, что надеяться на то, что он полностью закрыл ядерную программу не приходилось, но, собственно говоря, испытания – это тоже одна из важных этапов создания ядерной бомбы. И в этой ситуации, после того, как Трамп покинул Белый дом, испытания ядерные испытания вновь возобновились, и вот сейчас Байден обсуждал вопросы в том числе и с Южной Кореей в отношении того, каким образом противоборство с Северной Кореей. То есть на данном этапе он даже не пытался встретиться с Ким Чен Ыном, с которым была договоренность у президента Трампа. И напомню, что Трамп был первым и единственным на сегодняшний день президентом, которому удалось встретиться с этим тоталитарным лидером. Ну, на вот этой, на мажорной волне мы закончим. Спасибо всем, кто нас слушал. Оставайтесь с Народной Вороной, оставайтесь с ТВ-клубом «Континент». И до новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok